История эта приключилась давно, мне ее отец рассказывал. Когда он был еще молодым, только институт закончил, поехали они с друзьями в тайгу за кедровыми шишками. У одного из его дружков знакомый в деревне жил, а деревня-то на берегу реки стояла, место красивое, живописное, не налюбоваться. Приехали они в деревню на машине, а знакомого дома нет, где-то в тайге пропадает. Телефонов-то сотовых в те времена еще не было. Разговорились они с местными мужиками, и те поведали, что год на шишку неурожайный, и, мол, не добудете вы ее много, только намаетесь в тайге. Но друзья загодя собирались, потому решили все же ехать в кедрач, а потому как дорога из города до этой деревни дальняя, а приехали они поздно, надо было где-то переночевать. Рассчитывали у знакомого остановиться, а он в тайгу ушел. Поспрашивали у местных, где у кого избу можно на ночь снять. Вот им и посоветовали к деду Степану на окраине села на постой встать. Дед приветливый попался, баню натопил, в дом ночевать пустил. И обратили они тогда внимание, что дед вроде как один, а в доме чистота порядок, сразу чувствуется женская рука, но женщины дома нет. В бане напарились, поужинали, дед хороший стол накрыл, да и самогоночки немного после баньки налил. После ужина вышли перекурить, и дед Степан с ними. Они его и давай расспрашивать, чего он один-то, а дед говорит, бабка моя в больнице с инфарктом, после охоты на медведя. Парни так от удивления и глаза выкатили. Как это, бабка на медведя охотилась, заинтересовались мужики. Да ладно, не бойтесь, ребята, ни одна она с медведем воевала, еще мы с внуком Гришка ей помогли, и соседские мужики подсобили. Тут дед и рассказал им такую историю. Нынче год на орех неурожайный, сами небось слышали, ягод мало, грибов тоже не народилось в тайге. Вот зверье идет к жилью, а медведь так вообще первый гость, поживится чужим. Он, зараза, почти во всех окрестных селах, что ближе к лесу, в домах свиней разодрал, даже на собак нападает. Понятное дело, в селах как могут защищаются, у меня тоже ружье имеется. А мы в тот день с внуком Гришкой в райцентр на грузовичке по делам поехали. Гришка за рулем, я рядом, ружьишко с собой взяли, а как без ружья. Дорога-то идет через лес, мало ли волк, а еще хуже того медведь встретится. Бабка нас ждать осталась, мы обещали вернуться к ужину. Вот она к вечеру шанижек с картошкой напекла и все не выставила. И дух-то от них какой невероятный. А получилось так, что пришлось нам с внуком в городе задержаться, и выехали мы домой только за полночь, да еще и дорога длинная, часа три, а то и все четыре ехать по лесу. Вот беда-беда, скоро старые дедушкины часы пробьют половину пятого утра, а мужиков все дома нет. А обещали, что вернутся к ужину. Да где ж их до сих пор носят? Не случилось бы чего, причитала пожилая женщина. Скрипели половицы под тяжелыми шагами бабки Шуры, неспокойно было у нее на сердце. Уж раз пять Шура пила сердечные капли, а толку никакого, на душе по-прежнему тяжело. Страх за мужа и внука не давал ей спать, да и какой сон-то в ее возрасте. Так, одно наказание, бессонница. А Гришка-то с дедом на машине уехали. Вдруг застряли в нашей грязи и мучаются где-то на дороге. Может они решили у Гришкиного друга в городе заночевать? Да лучше бы так, чем в такую-то непогоду тащиться в нашу глухомань. Мысли в голове у бабки Шуры скакали голопом наперегонки. От таких мыслей у бабушки заныло сердце, и она потянулась за волокордином, стоящим на подоконнике вместе с чашкой воды. А тут и собака среди ночи залаяла, а потом и поросенок завизжал. Прижимая к себе заветную чашечку с водой, бабка Шура подошла к окну и сделала это вовремя. В этот момент из-за тучи вышла луна, осветив за стеклом лохматую медвежью морду с горящими желтыми глазами и оскаленной пастью. От ее вида хотелось немедленно, как в детстве, забиться под кровать, стуча зубами от страха. «Ну вот она беда», – подумала Шура, – пожаловал хозяин тайги, а я дома одна. Через мгновение морда скрылась. Медведь пошел громить сарай, в котором содержался подросший кабанчик. Бабка Шура с облегчением выдохнула, но она прекрасно понимала, что только одним поросенком дело не закончится. А медведь, видать, очень голодный, был и злой. Разворотил всю сараюшку, по щепкам разметал утлы домишко. Хорошо, что поросенок от медведя в развороченную щель сбежал в огород. Собака на цепи сперва заливалась громким лаем, а потом в будку спряталась и затихла. Медведь остановился, втянул носом воздух и двинулся к дому. И тут Шура поняла, что он учуял в сенях шанишки, которые благоухали своим ароматом на всю округу. Может быть, только это и спасло собаку от верной гибели в медвежьих лапах. Медведь подошел к двери, ведущей в сене, и стал настойчиво и громко ее ломать, а ему сломать дверь, что человеку высморкаться. Сердце бедной женщины заныло в нехорошем предчувствии. Но она взяла себя в руки и начала судорожно соображать, как ей выбраться из дома, пока медведь орудует в сенях. Медведь забарабанил в дверь с такой силой, что хлипкая деревяшка прогнулась, норовя треснуть под напором нечеловеческой силы. Шура перекрестилась и забормотала молитву, с надеждой посмотрев на толстый засов, не подведи, милый. И он, словно услышал ее просьбу, стойко держал оборону. Медведь чего-то там в сенях хозяйничать взялся, а Шура, выбив окно в спальне, вылезла через него и прямиком к забору. Побоялась к калитке бежать, вдруг учует, враз настигнет и порвет в клочья. Перелезла через забор, откуда у нее только силы взялись, и к соседу. В этот самый момент мы с Гришкой уже к дому подъезжали на грузовике, а тут бабка Шура навстречу. Давай соседа будить, хорошо, что у него ставни не были закрыты, быстро достучались. Ванюша, медведь у нас в доме хозяйничает, только и смогла выдохнуть Шура, силы совсем ее покинули. Сосед поднял сыновей, одного в деревню послал мужиков поднимать, сам штаны натянул и за ружьем. Набралось нас четверо мужиков с ружьями, Гришка пятый. Гришка завел грузовик, залезли все в кузов и подогнали машину к забору. Потому как соваться к медведю в избу никому не охота, он ведь церемониться не будет, враз порвет всех на мелкие кусочки. А медведь в это время в сенях хозяйничает, шанишки уплетает. А пока он там в узких сенях крутился, выключатель свернул, свет-то и зажегся. Вся картина этого безобразия прямо перед глазами предстала. Хорошо медвежий силуэт вырисовывается. Вот и стали мужики его из ружьей выцеливать. Выждали удачный момент и пальнули сразу из всех стволов, да видно промахнулись. Разъяренный медведь, ничего не понимая, выскочил из сеней. В зубах пирожок, морда злющая, глаза горят. Того и гляди, всех охотников заломает. В этот момент ударили остальные в три ружья по медведю и опять промахнулись. Эта пальба в ночи могла, конечно, закончиться плохо. Просто медведь от страха неожиданности дал дёру в лес, ломая заборы. От всей этой суматохи и переживаний бабки Шури плохо с сердцем стало. Пришлось её на грузовике тут же в соседнее село к фельдшеру везти. А он уже направил в райцентр в больницу. Вот, считай, месяц с инфарктом лежит. Но говорят, скоро выпишут. Почти здорово будет. Слава богу, хозяин тайги больше не приходил. Сказал тогда дед Степан и добавил. Бабка поправится. Будем жить дальше, как и прежде. Воевать с медведями. Послушали парни рассказ деда и решили за шишками в тайгу в этом году не ходить. Там же где-то в лесу голодный напуганный медведь бродит. Так и вернулись на следующий день домой. Ну и хоть и шишки. Жили же раньше как-то без них. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди ещё много всего интересного. Всего доброго.